Всем привет и добро пожаловать на мой канал. И сегодня я хочу ответить на часто задаваемые вопросы, которые появляются у меня и в комментариях, и присылают мне в личные сообщения. И, возможно, я уже многим ответила на эти вопросы, но всё, больше и больше людей уже подписывается, чему я очень благодарна и очень рада. И хочу ответить, возможно, это будет лучше, да, так вы зайдёте на одно видео, посмотрите и найдёте свой ответ на часто задаваемый вопрос. И первый вопрос – это где искать квартиру, когда начинать поиски, какие месяца лучше для снятия. Так вот, я вам отвечаю на первый вопрос – это где искать квартиру. Лучше всего искать квартиру на сайтах. Это в каждом воевудстве, да, есть свой сайт, где большая база, можно найти все квартиры, работы и всё, что вас интересует. Что касается Труймяста и вообще воевудства, поморские, то я вам советую сайт труймяста.pl. Это одна большая база, где можно найти просто буквально всё, начиная от квартиры, работы, каких-то курсов, школ, ресторанов, либо до самого-самого, там, клубы и разные развлечения. Плюс ещё самый популярный, конечно, он везде, этот OLX.pl. Я вам тоже его когда-то советовала, и вообще у меня есть видео по поводу, как найти квартиру. Там я рассказываю более-более обширно, поэтому, если вам интересно, то обязательно переходите и смотрите по ссылочке, которая внизу в описании. Ну, а так кратко, то это Труймяста и OLX.pl. Также есть ещё отодом.pl, градка.pl. Но честно я вам скажу, что в основном все объявления повторяются с Труймяста и с OLX. Просто кому где удобно искать, кому какой визуальный вид, да, с этой страницы нравится. Следующий это вопрос, когда лучше начинать поиски. Лучше искать, когда вы приезжаете в эту страну, да, в тот город. Потому что хозяева хотят сдать квартиру сейчас и сразу. Поэтому никто там ждать не будет, вас там неделю, две недели. Может быть так, что объявление выходит, в этот же день прозванивают, в этот же день снимают. Поэтому, чтобы не пропустить свою лучшую квартиру, либо комнату, да, которую вы ищете, то, конечно же, лучше всего приехать. И пускай вы побудете 2-3 дня в гостинице, либо перекантуетесь у своих друзей, я не думаю, что это будет какая-то проблема. Но зато вы найдёте то, что вам по душе, и не будете разочарованы. Честно скажу, что сколько я выезжаю уже за границу, да и вообще, когда искала и по Украине квартиры, то всегда получается, когда ты ищешь у себя дома, да, то есть на своём месте ещё не приезжая в тот город, в который ты хочешь жить, то как-то всё ты думаешь, раздумываешь, а может быть вот этот вариант, а может быть этот. Когда ты приезжаешь на место, и у тебя ограниченные сроки, то квартира намного находится быстрее, и даже она находится в последний момент, но всё равно всё то, что вы искали, получается в этой же квартире. И какие месяца лучшие для поиска? Так вот, лучшие месяца для поиска, я считаю, что это март-апрель, и возможно до середины мая, октябрь-ноябрь. Почему я не беру летние месяца? Я помню, мы приехали летом, и, во-первых, цены были очень-очень завышены, во-вторых, это сезон, в-третьих, это студенты, некоторые выезжают, некоторые приезжают, которые заочники, очень много туристов, некоторые квартиры сдаются по сезону. Я считаю, что вот эти вот месяца, они лучше всего для поиска, а там, конечно, уже как вам судьба улыбнётся, возможно, вы даже и летом сможете найти самую дешёвую квартиру. Почему ещё зиму не беру? Ну, потому что это праздники, и можно подзаработать посуточно, сдавая свою квартиру намного больше, нежели если бы там кто-то жил и платил за целый месяц. Следующий вопрос, это где искать работу, и нужно ли CV? Искать работу точно, я вам скажу, что можно на том же портале, как TrueMast.pl и OLX.pl. Нужно ли CV? CV нужно в том случае, если вы ищете, например, на склад бедронки пойти работать, либо в какой-то супермаркет работать кассиром, продавцом, либо же в сфере IT, либо в сфере гостиницы, то, конечно, CV нужно, и его нужно правильно составлять, потому что первое впечатление работодателя идёт, конечно же, от CV, так как оно составлено, это уже 50% вашего такого визуального портрета, и CV даже увеличивает шансы, чтобы вас пригласили на собеседование. Следующий вопрос, это каким мобильным оператором польским пользуюсь я, и какой интернет, и какие оплаты? Так вот, я пользуюсь PlayM, и у меня вся семья пользуется PlayM, то есть я и муж. Я помню, когда мы приехали, на границе с Польшей мы купили оператора Orange, я помню, мы пополнили счёт, цалось счёт деньги очень в 2 секунды, то есть очень быстро, мы там и не успели толком поговорить нормально. Потом T-Mobile был у нас, в общем, всё было, но как бы на Play мы остановились, во-первых, нам понравилось, что у нас большая часть людей, большая часть знакомых находится на Play, звонки между PlayM по ноль слотах, смс тоже ноль, тоже удобно, когда даже у вас нет денег на счету, то на Play вы можете позвонить без проблем. И почему ещё Play? У нас телефоны на 2 сим-карты, проводили в квартире интернет, роутер, не устанавливали ничего. Мы посчитали, что нам выгоднее купить карточку Play, которая пополняется каждый месяц на 45 злотых, и при этом вы имеете безлимитный интернет, вообще безлимитный, с хорошей скоростью, хорошо грузятся фильмы. Почему так? Потому что мы работали очень много вначале, очень редко были дома, и в основном телефон даже с собой. Удобнее, когда был интернет рядом под рукой, потому что можно было бы сразу проверить, где ты едешь, куда ты едешь, и адрес, и куда нужно пройти. Нам было так выгодно, и мы так и оставили. Уже скоро будет 2 года, как мы здесь живём в Польше. Мы уже вторую квартиру поменяли с жильём. И знаете, каждый раз переустанавливать интернет, ну для нас выгоднее так, когда интернет всегда с собой, и не нужно там выдумывать, покупать какие-то гибайты. Пополним на 45 злотых, и всё. И no limit. Там есть специальная карточка, не на всех карточках действует вот этот безлимитный интернет. Карточка, она идёт play, и вверху на самом вот этом, вверху на самом вот этом стартовом пакете должно быть написано интернет на карте. Вот если есть там интернет на карте, тогда вы сможете подключить услугу безлимитный интернет и за 45 злотых, сейчас я знаю, вроде-то и за 49 злотых есть, ну в общем, у нас за 45 злотых, мы просто каждый месяц пополняем, и нам приходят гигабайты, и мы безлимитом пользуемся каждый месяц. Каким банком мы пользуемся? Мы пользуемся Миллениум банком. Я изучала очень многие банки и смотрела, где лучше условия. Не знаю почему, но я остановилась на банке Миллениум. Мне понравилось, что здесь есть конта 360, то есть это означает, что 360 дней в году вы пользуетесь своим счётом по 0 злотых, снимаете в любых банкоматах 0 злотых, перевод за границу 0 злотых, переводы на другие банковские счета тоже 0 злотых берёт, то есть всё время по 0 злотых. Карточка с двумя идёт сразу счетами. Первый – это основной счёт, второй – это накопительный счёт. И вот одним из этих условий должно быть, что вы с основного счёта переводите 1000 злотых на накопительный, и они должны пролежать там сутки. И если хотите, то можете их там оставить, они лежат, если не хотите, то вы можете потом их перекинуть обратно на свой основной счёт и пользоваться ними дальше. Первый раз с накопительного на основной счёт переводится по 0 злотых, по следующий раз, если вы хотите переводить в этом же месяце, то 750 снимается. Поэтому очень было выгодно, знаете, когда нужно отложить и не знаешь как, и в общем кидаешь на свой накопительный счёт и знаешь, что уже снимать 750, жаба давит, поэтому деньги там лежат. И плюс там вроде 3% годовых накапает, ну всё равно, знаете, как говорится, копейка рубль бережёт, то здесь гроши злотый бережёт. Я довольна работой в банке Миллениума, также сейчас я знаю, что открыли в Ройте инфолинию на русском языке, вы можете уточнить это в самом банке. Следующий вопрос, это сколько стоит проезд к Тенске, как оформить проездной и где его покупает один билет и он действует на автобусе, на трамвай. Есть дневной, есть ночной, можно купить на целый день, можно купить на сутки. На один проезд стоимость билета 3,20 злотых, есть следующий билет, который стоит 3,80, и это на один час, то есть вы в течение часа можете поменять и автобус, и трамвай. С того момента, когда вы пробиваете, компостите этот билет, то там указывается время, например, 10,28, вот до 11,28 вы можете кататься на трамвае, на автобусе, без разницы, только в дневное время. Месячный билет стоит 90 злотых, это именной, и, если не ошибаюсь, то 95 или 99 злотых не именной. Я вам советую покупать именной, потому что, во-первых, он дешевле, во-вторых, если вы его потеряете, вы сможете восстановить его с той даже суммой, которая у вас на этой карточке, то есть с тем сроком действия, которая карточка есть. Если же он не именной, то если вы его потеряли, то уже все, вы никак его не восстановите, только придется заново. Вы можете оформить ДЖД, есть окошко, там, где продаются билеты из КМК, там вы можете оформить внесок, на карту, эту проездную, также нужно принести с собой фотографию, маленькую, такую, как на паспорт, и сможете оформить. Но лучше всего, я вам советую сделать это через интернет, через сайт ДКМ. Я оставлю название сайта внизу, где именно вы можете оформить этот внесок, там все просто, выполняете фамилию, имя, адрес, и также вы можете выбрать, где вы хотите отобрать ее, потому что эту карту вы можете не только забрать на Агданский, Глунном, также вы можете ее забрать в каких-либо киосках, либо на почте польской, то есть можете просмотреть список адресов, и который ближе находится к вашему дому, там можете забрать эту карточку. Эта карточка не распространяется на СКМке, на СКМке нужно покупать отдельный билет, и его можно приобрести на кассах ЖД вокзала в подвальчике, там, где продаются билеты на СКМ. Следующий вопрос, это что касается родов в Польше, бесплатные они, и если они платные, то сколько они стоят, и вообще, как родить бесплатно, если не работаешь. Так вот, роды в Польше бесплатные, если у вас есть страховка. Страховку можете оформить разными способами. Если вы работаете, то ясное дело, что вы уже застрахованы, и роды будут у вас бесплатные. Другой вариант, это когда у вас муж работает, вы можете зарегистрировать себя на страховку мужа, и тогда будет тоже бесплатные роды. Обязательно нужно перед тем, как вас будут зарегистрировать на страховку, уточнять, включены ли роды, и включена ли медицинская опека после родов. Потому что я знаю, что некоторые страховки не учитывают этого, и в некоторых это не предусмотрено, а нужно покупать за отдельную плату. Поэтому можете это уточнять. И что касается платных, то они стоят около 5000 злотых. Следующий вопрос, получил ли у меня ребенок гражданство польское. Нет. Папа и мама украинцы, поэтому ребенок тоже украинец. Если же отец был бы, либо мама была польского происхождения, то тогда да, ребенок мог бы получить гражданство польское. А так как мы украинцы, то ничего на это не распространяется. В Европе нет такого, что где вы рожаете, там вы получаете, там ребенок получает гражданство. Нет такого нигде. Но вообще всегда было за правило, какое гражданство имеет отец, такое и гражданство имеет ребенок. Следующий вопрос, можно ли подаваться на карту по быту, не работая. Конечно, можно это, либо вы учитесь, это учеба, вы являетесь студентом, вы можете податься на студенческую карту по быту. Также по воссоединению семьи. Если же у вас муж работает, получает официальную зарплату и платит налоги, тогда вы можете по его карте оформить. Минимальный заработок мужа должен покрывать ваши расходы, то есть ваше пребывание в Польше. И, конечно же, если у мужа либо у жены есть карта поляка, то вы тоже, конечно, можете попробовать по воссоединению семьи. Следующий вопрос, это курсы польского языка для иностранцев, можно ли учиться бесплатно здесь для взрослых? В Гданске есть такая организация иммигрантов и иммигранток, где помогают иностранцам по поводу проживания в Польше. Я ставлю сайт на эту службу иммигрантов и иммигранток, вы сможете туда либо прозвонить, либо прийти. Находится эта служба в Гданске. Что же касается школы либо образования для взрослых, то есть школы полицеальные, они предусматривают бесплатное образование для взрослых. Что туда нужно? Туда нужно только ваш аттестат за школы, переведён на польский язык, я заверена нотариально. Ну и обучение идёт два года по выходным. И одну из этих школ могу вам посоветовать школу Косинус. Многие у меня знакомые в ней учились и также хотят учиться. Отзывы об этой школе в основном все положительные и находится она по всей Польше. Поэтому всю информацию я оставлю в инфобоксе, если вам будет интересно. И последний вопрос, сколько нужно для жизни в Польше, точнее, для проживания на первое время. Я вам уже говорила это неоднократно. Считайте всё. Среднюю квартиру, сколько она будет стоить, не забывайте, что за неё нужно заплатить за первый и последний месяц. Также в среднем на одного человека выходит 300 злотых на еду, плюс проезд, это 90-100 злотых, но и плюс пополнение счёта, и интернет, в мобильную связь. Не забывайте, что на первое время нужно взять на 3-4 месяца сразу, потому что неизвестно, как у вас сложится дело с работой. Дай бог, чтобы у вас всё сложилось, конечно же, хорошо, и вы сразу начали работать и получали уже сразу же зарплату, но бывают такие работы, что вы приезжаете и получаете зарплату в конце следующего только аж месяца, то есть вам два месяца нужно будет прожить на каких-то средствах. Обязательно берите сумму, располагающую на хотя бы 3-4 месяца. В принципе, я ответила на самые популярные вопросы, которые чаще всего мне задают. Если у вас ещё есть какие-то вопросы, обязательно напишите мне в комментариях, и если их наберётся очень много, то я сниму вам вторую часть вопрос-ответ. Спасибо, что вы были сегодня со мной, а с вами мы увидимся уже в следующих видео, не забывайте подписываться на мой канал и всем пока-пока!